Потому как раньше я не могла, ну я нормально относилась к своей работе. Кем бы я ни работала, это моя работа. Сейчас я не хочу об этом говорить. И сейчас я уже себя, понимаешь, так, проживала ты сколько на этой земле, а ты такой занадочный зверек. На такой должности среди таких людей. Вот ты сейчас приходишь и понимаешь, что ты от того места. И менять опасно. Потому что или менять на что-то такое, ух. Да, надо, чтобы был энергетически выгодный обмен. Да. Обмен должен быть энергетически выгодным. Обязательно какая-то выгода должна быть. Хотя бы моральная. Моральная. Для меня моральная это прежде всего. Чтобы я была, как бы, не было бы. На самом деле существует 8 аспектов, на основании которых эту выгоду можно описать. Но выгода должна быть очень огромной. В любом случае. В партнер случае нет. Зачем вообще рыпаться? Да. Хотя я сейчас могу помять идеально. Могу. Могу. У меня есть возможность. Но я не меняю. Потому что я... А я готова ли ты? А надо ли тебе то? А то ли лучше, чем есть то, что сейчас есть? Планы вообще физические не работают. Я вынашиваю такую концепцию в мир хочу предоставить, чтобы в конечном итоге обеспечить право особым уникулом. в конечном итоге не работать и жить за счет тех самых киборгов, которые подавляющие большинство. Ну слушай, ты все правильно. Ведь каждый человек имеет право выбора. И один к чему-то стремится и хочет что-то изменить, и понимает, какие-то ставят приоритеты в жизни. А есть категория людей, которым вообще безразлично. Они озлоблены, они всем недовольны, они негативны. Они недовольны собой, недовольны жизнью, недовольны работой. Они все время кричат на всех. Они недовольны окружающими. Понимаешь, я сейчас много встречалась с такими людьми, которые я вообще ужасна. Как вообще? Сейчас жизнь меняется и все изменится в жизни. Хотим мы этого или нет. И не важно, ты это воспринимаешь или я. Есть люди, которые этого не воспринимают. Ты встречал людей, которые вообще живут, просто прожили, матом наслали за сутки. Влево, вправо и везде. Все. На этом все у меня и все закончились. Все. Полагаю, речь идет о каких-то алкашах. Они могут быть алкашами, они могут быть нормальными людьми. У меня, как бы, если люди, женщина... Речь идет о каких-то законченных алкашах. Нет, не только. Я тоже думала, что... Кстати, между прочим, Ярослав, в алкашей, вот в толпе алкашей находятся настоящие души человека. Человеки, настоящие души. Потому что они, у них есть добро, у них есть понимание, есть человеческие отношения. Но есть не алкаши, но есть люди на работе, которые, я думала, женщина, вроде бы как. А оказывается, она злая, она весь мир, это хуже алкаша. Она злая, она весь мир. Она болеет, и она недовольна тем. Тот плохой, тот еще хуже. Она просто ходит, и вот просто мешок зла. Между прочим, а у себя они спросят, ты что делаешь для того, чтобы тебе было хорошо? Или кому-то хорошо? Детям. Ну, детям понятно. Мы детям готовы отдать все. Это попробуй. Не додай детям, а дай чужому. Тут, понимаешь, я когда столкнулась вообще вот так с такими людьми, я думаю, мне стало страшно, о чем они думают, как жизнь меняется, добро, любовь на землю походят. Знакомое, знакомое, знакомое впечатление. Алексей, например, рассказывал мне о каком-то сходственном ощущении, например, что он, особенно с подавляющим большинством окружающих людей, вот, я замечал такую особенность, что, допустим, там какая-то компания собирается, он с ними гуляет, он туда-сет, а потом после этого они начали, каждый из них начинают друг на друга гнать. Вот, там, он плохой был, там, то Алексей, это тот самый человек, которого ты видела только что. Да, примерно так. Примерно так. Эти люди, они настолько могут преподнести положительно, негативную информацию, что им все верят и идут у них на поводу. Понимаешь? И я пыталась доказать, у меня там была такая ситуация, когда я к человеку, я к человеку, не то, что физически ничего плохого не сделала, я даже в уме не могла предположить, что сделать ей там плохое, или подумать даже о ней плохо. И она мне так обвинила вообще, что я там их выгнала. В общем, там, она мне так, она так ходила, вот так прям, понимаешь, как человек повешенный и ходит по земле, понимаешь? Он уже повесился и ходит. И я это чувствовала, я видела, я к ней здрасте, мельский поклон. И так, и сяк, я вижу, она, я чувствую, она как бы негатив такой, я его ощутила. Потом она уже не выдержала, она мне выдала, она мне все рассказала, что обо мне думает. И я сразу вот так, знаешь, как обезьяна, била себя в углу, я говорю, я ничего плохого тебе не сделала, я вообще. А потом я так выслушала ее, она мне. И я решила молчать, потому что я распыляюсь, я доказываю непонятно кому и непонятно что. Лучше закрыться и молчать, потому что я не буду для нее лучше. И зачем мне стараться быть для нее лучше, если я уже все, я дерьмо последняя собачья для нее. Все. Зачем я развернулась, ушла, говорю, перед Богом. Я ничего не подумала, не сделала так плохо. Он только свидетель. А то, что вы обо мне думаете, это ваше право, я не буду ничего доказывать. Бесполезно. Просто развернулась, ушла. Мне ее просто жалко, потому что она негатив. Она в себе, она нарисовала себе картинку, она сняла свое кино, совершенно свое кино. Она все придумала, продумала за меня, как это могло бы быть в ее глазах. И она мне выдала. Я ей так сказала, ты сделала свое кино, свой сериал. Но это все не так. Ты не права. Ты когда-то узнаешь, ну, возможно, будет поздно. И таких человек масса. Они несчастные люди. Они живут в негативе. Я говорю, вот розовый цвет, а у них он черный. И как ты не подставляй розовую картинку. Ну, я думаю, что это не так.